Всем привет! Сегодня мы поговорим о теплицах. Хотя за окном зима, но весна уже скоро. И как гласит народная мудрость, готовь сани летом, а теплицу зимой. Многие горожане, имея дачу, хотели бы иметь и теплицу. Но некоторые моменты, которые их настораживают, это надо постоянно ездить открывать, закрывать, поливать. Это нет времени, да и накладно. Ну, я покажу, как этот вопрос можно решить быстро и относительно недорого. Чтобы теплица, в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, сама открывалась, закрывалась, проветривалась, для этого необходимо иметь такое приспособление. Вот видите, оно открывается, закрывается. в зависимости от температуры, расширяется и открывает форточку. Ну, некоторые после моих роликов, зрители канала задают вопрос, а где приобрести то или иное оборудование. Вот я показываю крупным планом чьё-то производство. Здесь даже указан телефон. Итак, приступаем. Открываем теплицу. Ну, у каждой теплицы есть форточка. В данном случае она на дверях. Я её закрыл на зиму. Вот, вот эту штучку устанавливаем в саморезы. Вот. Таким образом. И далее она при изменении температуры или открывает данную форточку, или закрывает. Вот, действительно, проветривание. Ну, естественно, одной форточки недостаточно, поэтому должна быть и другая. Но это делается или на другой двери. Но я поступил по-другому. Вот здесь тоже есть форточка, но здесь по проекту теплицы была предусмотрена ещё одна верхняя вот такая. Для этой форточки также имеется приспособление для её открытия. Оно немножко другое по конфигурации. Ну, в зависимости от крепления. Принцип её тот же. В зависимости от температуры оно открывается или, наоборот, закрывается. Тем самым, открывая или закрывая форточку. Крепится также очень просто. Одна сторона на форточку. Наоборот. Одна сторона на форточку, другая на теплицу. И вот в таком виде вот так вот она и работает. Откроет форточку, температура медленно, естественно, садится, и форточка вот так вот медленно закрывается. Вот, благодаря этим нехитрым проспособлениям мы решили вопрос с вентиляцией теплицы. Но это же ещё не всё. Ещё обязательно должен быть полив. Этот вопрос тоже решаем. Для этого ставим бочку или другую какую-то ёмкость рядом с теплицей. Желательно, чтобы она чуть-чуть была выше, чтобы обеспечить самотёк воды. Вот, видите, в нижней части шланг. Он идёт в теплицу. Далее он заходит в теплицу. И вот, вы видите, этот он зашёл. Сюда насаживается вот такой блок управления электронный. Кран-таймер называется. Сейчас я скручу крышечку, чтобы показать. Здесь вот на нём две рукоятки управления. Это периодичность полива и продолжительность полива. То есть, вот двумя этими ручками можете настроить, когда поливать и сколько по продолжительности поливать. Вот, значит, он подсоединяется сюда. А к нему накручивается вот такой распределитель. И далее идёт капельная система полива, полива, которая подсоединяется очень просто. Вот на штуцеры насаживаются, а выглядит она вот так. Под каждый кустик помидор или другое растение втыкается, строго под кустик капает. В зависимости от размера теплицы, от расположения растений делается подборка вот этой капельной системы и она капает строго под кустик. Чем это хорошо? что питается растение и в то же время не растёт трава. Вот этот блок управления он на батарейках. Ну, в принципе, вот второй год батарейки служат. Я их ещё не менял. Работает надёжно. Стоит также относительно недорого. Вот таким способом автоматизировав теплицу вы можете наведываться сюда редко. Единственное, подкормить, выполнить какую-то обрезку. Ну, естественно, чтобы снять хороший урожай. Готовься. Урожайся. Да. Ваши. Продолжение следует...